Привет, друзья! Сегодня у меня в руках оказался мой долгожданный стедикам. И я сейчас покажу, каким образом он запечатан и что там находится внутри. Что такое стедикам? Это стабилизатор, который помогает вам сделать вашу картинку плавной, чтобы ничего не дергалось и не шаталось. Они бывают разные, рассчитаны под все на свете. Это может быть и телефон, и видеокамера, и зеркалка, и вообще много-много-много всего. У меня в данном случае стабилизатор для GoPro. Рассчитан он для модели GoPro 4, 3+, или 3. Фирма, которая его выпускает, называется FeiyuTech, модель G4S. Посмотрим, что внутри и как он запечатан. Конечно же, если я вам скажу, что я его открываю первый раз, я думаю, вы мне не поверите. И правильно сделаете. Но я так запечатал все, как оно было. Сейчас я просто покажу вам, как он упакован и что такое есть заводская его упаковка. После чего я его протещу пару дней и потом уже более подробно расскажу, что я об этом думаю. И мы посмотрим заодно, в принципе, как он работает. Кейс. Это все. Вот так вот, как оно идет с завода, так оно и есть. В кейсе выглядит примерно вот так вот. Здесь в комплекте сам стедикам, ручка, два комплекта аккумуляторов, зарядное устройство, документация, которую обычно никто не считает, но на самом деле я очень даже рекомендую вот в таких устройствах все-таки читать. И немножко ништячков. Держалка для самой камеры. Шнурок. Переходник для шнурка. Провод на видео выход. Я этот стедикам беру с собой, пару дней буду его таскать. Мы потестим, посмотрим, после чего опять же вернемся сюда и я уже подробно расскажу, что я про него думаю, все его плюсы, минусы и уже детально рассмотрим, исходя даже из картинки, насколько это крутая штука. Поехали! Сегодня я еду на семинар компании, которая представляет стрип-вуторство некоторых велосипедных аутдоров товаров. А еще я только что очень долго собирался, и это не круто, потому что меня пацаны уже ждут полчаса. Привет! Здорово, конечно, тебя ждать. Сори, сори, я просто видео загружал. Ну, прикольно, потому что здесь вот есть рукоятка, видишь, я могу камеру управлять за сторону-сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, я решил все-таки протестить стедиком в нормальных условиях. Я бы даже сказал, в чуть-чуть реальных условиях, для которых вообще он нужен. Поэтому сегодня мы взяли машину. Мне поможет в этом Саша и его славный... Дашь корчу просраться? Да. Навали так, чтобы я не выпал. Ууу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, это у нас был режим у GoPro. Медиум, но не супер-вью. Мы поедем назад. Так же самое, как ехали сюда. Я для сравнения просто возьму камеру в руку, без стедикама. И посмотрим, какая будет разница. Так, теперь у нас стоит режим супер-вью. Поехали. А теперь я выключаю стедикам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот как-то вот так вот получается съемка в движении. Супер-вью режим на GoPro 1080. Естественно, вайт он там автоматом на супер-вью стоит. Это уже без стедикама. Просто GoPro с руки 4 сидлер. Вот то, что вышло. Итак, друзья, прошел наш тест. Надеюсь, всем понравилось. Теперь начнем разбираться, значит, более детально. Сразу же рассказать о всех его плюсах, о всех минусах. С самого начала скажу о очень важных вещах, которые на самом деле вы можете прочесть в мануале. Но я знаю, что многие не читают мануал. Поэтому сразу скажу о некоторых моментах, которые все-таки важно знать, чтобы вы себе не запороли эту штуку, еще не начав даже ее использовать. Не включайте стедикам без камеры. То есть, если здесь нету камеры, то его лучше не включать. Это первый важный момент. Второй важный момент. Здесь в комплекте идет у нас переходник вот такой вот. И если вы хотите подключить этот стедикам к своему компьютеру для того, чтобы его перепрошить или еще что-то с ним сделать, то его обязательно нужно использовать. Если вы включите его напрямую через вот этот вот шнурок, то USB-порт вашего компьютера сгорит. Также важный момент. Это когда стедикам работает, нельзя трогать вот эти вот лопасти, как-то ему мешать механически. Ну и, естественно, туда ничего, кроме GoPro, не запихивать. Теперь давайте сразу же перейдем к его плюсам. Первый важный плюс. Это вот этот вот выход для GoPro. С помощью которого вы можете подзарядить свою камеру, если вдруг она у вас резко начала садиться. Еще один очень хороший бонус. Это вот эта вот палочка, которая крепит камеру. Раньше у этих стедиков прошлых моделей были такие штуки на винтах. Это было крайне неудобно. Нужно было терять кучу времени для того, чтобы прикрепить. Сейчас есть такая удобная крепилка. Раз, мы ее прицепили, все, готово. Ручку вот эту цеплять, вкручивать. Желательно уже, когда камера там стоит. Потому что если вдруг он включается и камеры не будет, то происходит фейл. Так же самое, как если он будет лежать просто на этом и включится случайно. Ну, в общем, ручку лучше подсоединять, когда вы реально уже готовы снимать. И маловажный плюс. Это вот этот джойстик. Джойстик очень простой, удобный в использовании. Вы просто вот можете им управлять. Еще один плюс. Это уже у этой модели в ручке есть вот такой вот выход. И вы можете его прикрепить на любой штатив, на палку, на которой вы можете его поднять. То есть это тоже здорово. Стабилизирует по трем осям. Это тоже очень здорово. То есть вращается раз, два, три. И 360 градусов делает каждая из осей. Здесь зарядное устройство идет от USB порта. То есть если вы находитесь где-то в горах или вообще где угодно, где нет розетки, а зачастую так и происходит. Вы берете обычный пауэрбэнк и заряжаете свои аккумуляторы. Перейдем теперь к минусам. Некоторые из них решаемы, некоторые нет. Но они есть и я хотел бы, конечно, на них пролить свет. Вот эта же креплялка, которая есть, по сути, классная полезная штука, это же есть и минус. Мусы в том, что линза не защищена, а разбить ее очень легко. Замена этой линзы у GoPro стоит очень приличных денег. Поэтому в основном люди стараются ее защищать, покупая к ней отдельную бленду. У меня есть эта отдельная бленда. Вот она. И в идеале я бы хотел снимать с ней. Потому что я всегда GoPro стараюсь использовать с ней. Разве что если она только в кейсе находится, то тогда я ее снимаю. Если мы одеваем эту бленду, то вот этот крепеж уже сюда не подходит. Потому что он упирается в эту бленду. Можете взять обычную резинку. И он работает. Он держит нормально горизонт. Ничего плохого не происходит. Хотя производитель и в принципе не рекомендует делать подобные вещи. Потому что это сбивает сам баланс. Если вы так делаете, не забывайте то, что теперь по всем осям 360 градусов он крутиться не сможет. Потому что ему будет мешать бленда. Поэтому смотрите, не наверните свой стадикам, когда он упрется вот куда-то там. То есть вы должны перед тем, как его включить, выровнять. Чтобы кнопочка смотрела вверх. И он просто включился и стабилизировался. Потому что если оно будет вверх ногами, он захочет перевернуться. То, скорее всего, у вас стадик ваш сломается. Второй минус, который я сейчас сразу же хочу выделить. Есть здесь вот кнопка. Там есть режимы. Об этом все можно почитать в мануале. Режим захвата изображения. Также мы выключаем этот режим. И теперь режим слежения. То есть куда я поверну стадикам, туда он тоже и поворачивается. Еще один минус, который здесь есть. То есть включается стадикам с одного нажатия кнопки. То есть кому-то покажется, что это круто. И вообще это как бы плюс. Но на самом деле, я считаю, что это не плюс. Потому что если вы случайно его нажали, а там нету камеры. Или он случайно нажался, когда он лежит где-то на столе. Скорее всего, что он у вас навернется. Поэтому это не круто. То, что с одного нечаянного клаца вы можете сломать себе стадикам. Поэтому логично было бы не выключение сделать с 5-секундным зажатием. А все-таки включение. Потому что когда вы включаете, ну вам не нужно, чтобы оно резко включилось. В принципе, пару секунд подождать это не есть проблема. Тут же одно нажатие и он включается. То есть если вот так вот я случайно нажму. И не будет там камеры. Или он будет просто лежать где-то. Или там, не знаю, ребенок нажмет. Ну, в общем, есть большая вероятность того, что вы попрощаетесь со стадикамом. Еще один минус, который очень глобальный. Если вы хотите снимать с микрофоном, я пока не понял, как этого делать. Может, я чего-то не досмотрел или не дочитал. Но разъем, в который вставляется переходник для микрофона, он занят самим стадикамом. Поэтому каким образом использовать этот стадикам и микрофон одновременно, я до сих пор так и не понял. И вероятно, что в принципе такой возможности нет. И перейдем, наверное, уже к последнему недостатку, который я заметил. Может быть, я что-то снова не дочитал или не досмотрел. Когда я хотел попробовать его обновить, перепрошить, я порылся на официальном сайте. И как оказалось, я не нашел нигде информации, каким образом это сделать через Mac, через систему OSX. Хочу еще обратить внимание на один очень важный момент. Цена этого стадикама розничная, теоретически где-то коребрится в размерах 300 долларов. То есть 250-300 долларов. Возможно, в китайских магазинах вы можете заказать его дешевле. Но и на вашем месте я бы обращал внимание на гарантию. Это очень важный момент. Когда я его первый раз начал использовать, я буквально поигрался там пару часов, и он у меня сломался. Это был реально заводской брак, который, как я понял, исходя из интернета, бывает там 1 на миллион или 1 на тысячу. Но это реально бывает, и это произошло. И это был тот момент, когда я был рад, что я купил его у официального представителя. И мне дали на него гарантию, потому что я просто пошел, отдал его. И через буквально месяц уже забрал себе новый стадикам. Если бы я купил это где-то на Алиэкспрессе или еще где-то в каких-то вообще непонятных местах, ну, откровенно говоря, мне кажется, я бы его не смог поменять. Или это бы у меня заняло очень много времени и нервов. Анализируйте цены, ищите какие-то акции. Но если речь идет о экономии каких-то там 20-50 долларов, то поверьте мне, лучше все-таки взять это у официалов с гарантией, чем потом потерять все свои 300 долларов, пытаясь сэкономить этих 50, например. Друзья, если вы знаете, как решается проблема с микрофоном и этим стадикамом, а также с перепрошивкой его на маке, прошу вас, пожалуйста, пишите в комментариях. Это действительно интересно было бы узнать, услышать и обсудить. На этом, думаю, можно заканчивать мой обзор. Надеюсь, вам все понравилось. Если видео было хорошим, ставим лайки, подписываемся на канал. И мы уже скоро с вами увидимся. Всего хорошего.